Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В начале выпуска коротко о главном. Качество коммунальных услуг отслеживает новая общественная организация. 40 миллионов тенге тому, кто решит проблему учета пассажиров в автобусах. Венский бал для студентов Каргту. В связи с неожиданным прорывом дамбы возле села Кукпекты Бухаржираусского района, которое произошло ночью 30 марта, понесены миллиардные потери. Есть человеческие жертвы. Вся область помогает в восстановлении Кукпекты. Все помогают потерпевшим сельчанам. В Кукпекты погибли люди. Загублен скот. Разрушены и затоплены дома. Восстанавливают село волонтеры, солдаты, молодежные организации. Просто неравнодушные люди. Организации и предприятия отчисляют средства в фонд помощи потерпевшим. Урководство области не оставляет сельчан без поддержки. Но все задают один и тот же вопрос. Кто виноват в случившемся? По факту прорыва дамбы в селе Кукпекты, в результате чего были подтоплены дома, ДВД Карагандинской области 31 марта 2014 года возбуждено уголовное дело по статье 316, ч. 2, «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия». Данное уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц Акимата Бухаржиравского района, Акимата Кукпектинского сельского округа и отдела чрезвычайных ситуаций Бухаржиравского района. Данное уголовное дело находится на контроле прокуратуры Караганинской области. Фод расследования взят на контроль. Караганда откликается на призывы помочь потерпевшим от прорыва плотины и весеннего паводка сельчанам. Аким города Мирамс Могулов обратился к представителям бизнеса и государственным учреждениям. Они поддержали просьбу о помощи потерпевшим. Сегодня в сортировку отправились машины с бесплатными продуктами питания для жителей рабочего поселка. Помощь потерпевшим от водной стихии идет с разных сторон и от частных лиц, и от организаций. Врачи области, депутаты Маслихата, нуратановцы, полицейские отчисляют заработную плату за один день в фонд помощи пострадавшим. Сегодня сеть социальных павильонов «Волынка» отправляет продукты питания для 22 семей рабочего поселка. На призыв вакима города Караганды мы собрали продукты первой необходимости. Это картошка, мука, масло, сахар и так далее, для того, чтобы сейчас выехать в поселок-сортировку и раздать это жителям. На базе социального павильона возле магазина «Юбилейный» собираются товары и грузятся у машины продукты для пострадавших. То, что произошло в Коппикты и сортировке – трагедия для всех. Мы знаем и понимаем, как сложно этим людям. Мы открыли павильон на «Юбилейном», чтобы раздать продукты 22 семьям. Это немного, но от всего сердца. Так заведено, что помощь идет от сердца к сердцу. Считаться здесь не принято. Сергей Высокозов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. В Караганде появилась общественная организация, которая отслеживает качество работы поставщиков коммунальных услуг. Уже опрошено более 80 председателей КСК и подведены первые итоги. Подробности в следующем сюжете. Решать коммунальные проблемы карагандинцев отважился бывший шахтер, а ныне председатель общественной организации Казахстана Юрий Криводанов. Для начала в качестве респондентов были выбраны председатели КСК. И люди, которые самостоятельно занимались обслуживанием своих домов. После общения с жителями нашего города, эксперты негосударственной организации увидели картину по горячей и холодной воде, отоплению, электричеству и мусору. Это основные проблемы, на которые карагандинцы обратили внимание. Во всех регионах страны, что одна и та же картина, что люди не владеют информацией, не знают основания изменения тарифов, видят, что они неуклонно растут, качество при этом в лучшем случае участвует на прежнем уровне, а скорее всего даже еще и падает. Противопоставить этому можно только такой же системный подход, который уравняет стороны в своих позициях. Юрий Криводанов приводит пример, который произошел недавно в сортировке. Целую неделю в одном из дворов района не вывозился мусор. Тут же жители обратились в организацию, после чего проблема была решена. Утром было исправлено частично, то есть они вывезли мусор, а не убрали то, что там раскидало ветром. Ну, опять же, еще один звонок, и это, я уверен, будет в порядке. То есть эффективность пока стопроцентная. К Юрию и Криводанову уже обращались с самыми незаурядными проблемами. Часть из них уже решены, а есть такие, которые до сих пор остались без ответа. Организация помогает карагандинцам бесплатно, поэтому звоните на номер 49-32-56 и задавайте свои вопросы. Николай Кровец, Кайрат Ршитов, Бахтя Руспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галдек 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система профиль Галвин Профиль Галвин 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система Стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин морозостойкий, надежный, прочный О качестве обслуживания пассажироперевозчиками карагандинцев можно говорить часами А вот вопрос, куда пропадают с маршрута автобусы, требует конкретного ответа Корреспондент 1-го Карагандинского попал в ситуацию явно истерии фантастики Сначала было слово, это из Библии У нас же сначала возник вопрос, почему? Почему 0,4 маршрут так плохо ходит? Съемочная группа для поиска ответа на этот вопрос выдвинулась на маршрут четверки Остановка Балашак, площадь Гагарина Опрос пассажиров, как долго они ждут маршрутку Ну, минут 5 села, 5-10 Ну, это прямо по расписанию У них, ну, раз бывает на маршруте столько, что один за одним, а и раз вообще не бывает Ну, это 20-30 бывает, что ждешь Зимой так вообще не дождешься Редко очень ездить Хотелось бы, чтобы почаще ездила, конечно Потому что здесь это единственный маршрут, который связывает площадь Гагарина с городом Чтобы не быть голословными, корреспонденты решили засечь время появления 0,4 маршрута на остановке Сказано, сделано Ну, а пока можно и с пассажирами пообщаться Вот как они ходят и нету интервала Бывает и по 20, и по 30 минут ждешь А бывает так, что и ждешь, и потом уходишь на другую улицу, чтобы уехать как положено А времечка как-то незаметно пробежала И за 51 минуту на горизонте не появился ни один автобус с номером 0,4 Вопрос естественный Почему? Что-то явно не сходится, какие-то временные аномалии, может для маршрутки время по-другому течет? Заходим в автобус Водитель убеждает корреспондента, что на маршруте всего пять автобусов ходят Поэтому и задержки, а где же еще пять? А так все точно по графику Следующий водитель тоже не смог объяснить 50-минутную задержку Все строго по графику происходит Пассажиры, кстати, его поддержали Прямо Бермудский треугольник какой-то образовался на площади Гагарина Вроде автобуса не было почти час, а вроде бы он был Естественно, мы захотели узнать от руководства автопарка Арман, как такое может быть Но, увы, оно отсутствовало, когда мы приехали Может быть, искала выход из временной петли, куда попал автобус, приписанный к автопарку Арман Самое главное, что за все фантазийные выходки пассажиров и перевозчиков приходится платить нам, потребителям или простым пассажирам Кто когда-то об этом задумается? Сергей Высокосов, Улжас Гамбасов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский Возможно, что уже скоро в автобусах Караганды появятся счетчики и скрытые камеры, которые будут наблюдать за численностью пассажиров Чиновники даже объявили тендер и планируют потратить 48 миллионов тенге на решение этой проблемы Николай Кровец с подробностями То есть, вы видите картинку, накладываю, при входе и выходе идет подсчет Программисты, инженеры одной карагандинской фирмы разработали проект, который поможет вести учет пассажиров в автобусах Этот вопрос до сих пор обсуждают местные власти, чтобы почитать реальные финансовые затраты по социальной помощи населению Разработчики предлагают установить датчики во всех автобусах, чтобы учитывать проезд каждого человека в городском транспорте На данный момент 21 век современного общества И подсчет, который проводился в тот раз у них методом советским еще То есть, каждый автобус рассаживали студенты и считали по головам, и считали неэффективным Мы живем в современном обществе, где технологии продвинутые И что вполне может это все почитать программным, с помощью программы Чиновники даже объявили тендер на 40 миллионов тенге, чтобы внедрить новшества в пассажирском транспорте Планируется, что в 350 автобусах появятся счетчики и скрытые камеры Но карагандинцам волноваться не стоит, видеозапись производиться не будет Мы знаем, что запрещено вести видеосъемку без разрешения Поэтому я могу так сказать, что наша система не будет вести видеосъемки То есть, она в прямом режиме, как есть, подает видеоряд Который программа сразу же обрабатывается в цифровой вид И подается уже в текстовом и в цифровом виде Планируется, что вся информация о численности пассажиров будет поступать в контролирующие органы в цифровом виде Сложится ясная картина, сколько людей в день пользуются транспортом И тогда мы узнаем, все ли деньги пассажиров поступают, например, в кассу автопарков Николай Кровец, Карат Рашидов, Бахтя, Руспанов, Первый, Крагандинский Между Кугель или Тут до сих пор идут разбирательства по поводу квартиры Напомним, что Зульфия Кугель 4 года назад купила на аукционе квартиру Но, казалось, в ней уже жила семья И она не хочет освобождать купленное жилье Жительница города Зульфия Кугель вот уже 4 года как не может зайти в свою квартиру А все начиналось тогда, когда это двухкомнатное жилье она купила на аукционе С 2010 года она воюет с жителями данной квартиры Женщина, которая до сих пор живет на данной жилплощади с тремя детьми, не хочет выселяться Зульфия Кугель уже потеряла на этой квартире около 4 миллионов тенге Она платила долги Литут и выкупила арестованную квартиру Но семья Литут это не признает и не возвращает ни долгов, ни выселяться из уже чужой квартиры К тому же Литут 9 раз привлекалась за мошенничество Зульфия для того, чтобы было все по закону, наняла адвоката В ходе рассмотрения в апелляции Зульфия пошла на согласие к Литуте То есть та, которая просила, плакала, умоляла о том, что у нее имеются дети Что детям негде жить, я обещаю, вот тебе 3 миллиона А те денежные средства, которые ты заплатил за квартиру, положил на счет частного судебного исполнителя Которые должны были реализоваться другим должникам Я выпучу срок, был оговорен определенный срок По закону, квартира оформлена на Кугель, но там проживает на данный момент Литут Адвокат Зульфии Ильнар Саберзянов говорит, что первое заседание суда было в нашу пользу Но сейчас по непонятным причинам суд уже на стороне Литут Тот же самый Дарий Беков, непонятно почему, поменял же свое определение В другую сторону пошел, но не написал в связи с чем Там не написано, как теперь на моего рассмотрения уже Кугель выполнять свои обязательства по мировому соглашению Так как она должна согласно этому мировому выплатить Литуте 2 миллиона 605 тысяч Из этих 2 миллиона 65 тысяч Кугель уже заплатил 400 с чем-то тысяч Это на котором неизвестно Есть квитанция, мы приложили в суде заседание По словам Саберязова, на Наталье Литут висит долг разным людям в 42 миллиона тенге Законной хозяйке квартиры Зульфии Кугель ничего не остается Как обжаловать последнее решение суда в прокуратуре? Жазираб Дреймова, Габиден Крушпек, Бахтяр Роспанов, Первый Карагандинский Бережному сохранению и развитию культуры, языка и традиции способствует областная ассамблея народа Казахстана Которая объединяет более 70 этнокультурных объединений Все они стали центрами дружбы и согласия и вносят неоценимый вклад в укрепление стабильности в регионе Конкретным проявлением политики согласия стала Ассамблея народа Казахстана Созданная по инициативе главы государства для гармонизации межэтнических отношений Это политическая инновация Казахстана в мировой практике Когда институт народного представительства имеет реальные общественные и правовые механизмы Участия всех этносов в проведении государственной национальной политики И можно без приувлечения сказать, что ассамблея это наше национальное достояние Настолько велика ее роль в общественной жизни страны В рамках реализации этих проектов Вот одни из них, вы знаете, общество без барьеров проект Это также сильный бизнес, сильный Казахстан и другие То есть это и поддержка материнства, это и поддержка детства В то же время одно из важнейших это единство нас и единство народов Дорогие друзья, и сегодня мы пригласили на круглый стол Это и партийный актив, это и представители государственных органов у нас здесь Руководители этнокультурных объединений Мало в какой стране мира есть такая же масштабная поддержка государством Этнокультурных центров, домов дружбы, театров, школ и СМИ Стабильность была, есть и будет базовым условием развития независимого Казахстана На этом прочном фундаменте основан динамичный рост нашей экономики Последовательная реализация социальных и политических преобразований Карагандинский областной филиал партии Нур-Отан и региональная ассамблея народа Казахстана Заключили меморандум о сотрудничестве Свой вклад в укрепление мира и согласия должен вносить каждый карагандинец Ведь карагандинская земля, где проживает представители более 100 этносов Всегда по праву считалась колыбелью дружбы народов Жазир Абдраимова, Улжас Гопасов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский Одну из лучших традиций XIX века восстановили в Каргату Здесь организовали бал ректора, на который уже во второй раз созвали лучших студентов вуза На праздники в торжественной обстановке чествовали студиозусов, добившихся значительных успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни и прославивших родной вуз Студенческое торжество посвятили 80-летию Караганды 3 мая в гостиничном комплексе Ариста состоялся бал ректора, приуроченный к 80-летию города Караганды Бал ректора – это своего рода светский раут, куда приглашают особо отличившихся студентов вуза Ректор вуза Арсен Газалиев отметил вклад всех номинантов в достижение вуза, которых было немало Наша студенческая молодежь вышла с инициативой организовать и провести бал ректора Каргату Я эту инициативу поддержал, она полезная во всех отношениях Во-первых, молодежь приобщается к истории своего родного города, это одно На мероприятии соблюдался строгий дресс-код, кавалеры в черных костюмах, дамы в белых платьях в пол Программа праздника была составлена в соответствии с классическими канонами венского оперного бала А неотъемлемой частью украшением его должны стать молодые пары дебютантов Традиции были соблюдены, в мероприятии участвовали 160 студентов Студенты народ активны, они внесли свое понимание бального события и выступили с хореографическими музыкальными номерами Во-первых, прошлогодний юбилей был посвящен 60-летию нашего орденоносного вуза Поэтому было 60 пар, а в этот раз 80 пар, это 160 человек, они будут танцевать бальные танцы Администраторы приложили немало усилий для того, чтобы вечер стал запоминающимся и красочным По окончании торжественной части бала все были приглашены на фурше, где универсанты могли побеседовать в непринужденной обстановке и поделиться впечатлениями Сегодня по всему миру проходит день интернета, то, без чего большинство людей на всей планете не может обходиться Ежеминутно люди заходят во всемирную паутину, чтобы работать, общаться, играть, быть в курсе всех событий и не только Интернет дает людям возможность быть всегда на связи и в центре новостей Международный день интернета Это событие приурочено к католическому празднику, Дню Святого Исидора Именно его считают покровителем интернета Святой Исидор Сивильский был епископом, человеком божиим, однако это не мешало ему быть человеком широких взглядов, любить и развивать науку По преданию, множество его работ и исследований касались науки, например, написанные им книги по этимологии По сути, это были первые энциклопедии человечества 4 апреля – это день смерти Исидора Сивильского, небесного покровителя интернета Кроме того, эта дата – 4.04 – очень похожа на интернет-ошибку 404 Но не все согласны с тем, что отмечать Международный день интернета нужно в апреле Так, еще 17 мая считают днем основания сети Именно тогда был утвержден протокол WWW – World Wide Web В Украине же отмечают день интернета 14 декабря Этот Международный день – праздник неофициальный, однако из года в год о нем узнают все больше людей И кто знает, быть может, в скором будущем он укоренится в международном календаре Кстати, если уж есть день интернета, то должен быть день и без интернета Дата этого дня в этом году – 26 января Это безинтернетное событие, как ни странно, отмечается мировым интернет-сообществом каждый год в последнее воскресенье января Интернет еще не сказал своего последнего слова Карагандинка Марина Ни заняла первое место в чемпионате по кикбоксингу в Кызыларде Девушка привезла золотую медаль и теперь готовится к чемпионату мира Подробности в следующем материале Кикбоксинг – это вид спорта на основе восточных единоборств Карате, тэквондо, муай, тайского бокса, ушу и английского бокса По правилам классического кикбоксинга бой ведется в полный контакт на всех уровнях То есть удары наносятся в полную силу в голову и в корпус как руками, так и ногами Наиболее эффективные удары ногами, заимствованные из восточных единоборств В сочетании с боксерской техникой рук делают кикбоксинг сбалансированной и универсальной системой Еще раньше наивно полагали, что этот вид спорта только для сильной половины человечества Однако женщины доказали обратное И они могут побеждать на чемпионатах по такому сложному и крепкому на удар спорту, как кикбоксинг Марина Ни занимается кикбоксингом уже 6 лет В этот вид спорта ее привел родной брат Первые соревнования для меня были очень тяжелыми Так как я никогда в жизни так не уставала сильно За 6 лет девушка сделала большие успехи Марина уже трехкратный чемпион Казахстана Сейчас спортсменка готовится к чемпионату мира Не остает от нее и мужчины Кикбоксер Михаил Тыков в этом спорте 4 года Из Казаларды молодой человек привез серебряную медаль Подтвердив звание мастера спорта Планы на кикбоксинг у Михаила большие Мечта, я думаю, каждого спортсмена Это, наверное, стать чемпионом мира Неоспоримым чемпионом мира Сейчас спортсмены начнут готовиться к чемпионату Азии Который пройдет этим летом Тренировки, тренировки и еще раз тренировки Их цель привезти в Караганду золотые медали Амина Смакова, Кайрат Рашитов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский Это были все новости на сегодня Если у вас есть интересная информация Звоните нам по телефону 420649 Спасибо за внимание Приятных вам выходных Хаман Соболынздар